В 90-е годы загубили прекрасный комплекс готов, труду и обороне. Сегодня его начали возрождать. Но те четверть века, которые были потрачены, у нас население стало больное, в том числе и дети. Поэтому сегодня первая задача государства, и ее озвучили первые лица государства, включая президента, это оздоровление нашей нации. У нас больная нация, у нас больные дети. Мне это хорошо, как работнику физкультуры и спорта известно. Дети у нас больные, они сегодня показывают результаты на тестировании гораздо хуже, большая часть, чем мы показывали в свое время, когда я был в их возрасте. Поэтому сегодня надо обязательно сохранять и развивать ту базу, которую мы имеем, а не закрывать спортивные залы. Я работаю как тренер по общеразвивающей программе. В том числе и тяжелую атлетику. В том числе и тяжелую атлетику сейчас. У меня общеразвивающая программа с элементом тяжелой атлетики. А группы, которые я тренирую, называются спортивные оздоровительные группы. Государство сегодня ни в этом году, ни в том, ни копейки не вложило сегодня в развитие тяжелой атлетики. в лице областного бюджета. Спортивная школа, областной спорткомитет, который требует результат. Как можно требовать результат, если денег не вложено ни копейки? 4 декабря мы провели соревнования. Школа ограничилась, что дала грамоты медали и 300 рублей на работу врача. Потому что без врача соревнования проводить нельзя. А все взрослые люди, которые там работали, которых я собрал и был ответственен за проведение соревнований, потратили единственный выходной день, в воскресенье, бесплатно работая. Это разве нормальная ситуация, что я, используя свой авторитет, прошу людей работать бесплатно здесь, в зале? Да, мы провели, мы сделали праздник для детей. И в такой ситуации эти все люди, руководители нашего областного спорта разных уровней, требуют результат. Вы сначала денежки дайте, а потом требуйте результат.